В связи с мероприятиями, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, многие российские семьи оказались в непростом материальном положении. Ректор СевГУ Владимир Нечаев принял решение помочь студентам. Ребята потеряли источник дохода, и они остались при этом в городе. И тогда особенно важно было оказать помощь тем студентам, которые могли рассчитывать только на себя и потеряли работу. И я считаю, что это очень ценный вообще для университета опыт. Ребята работают в свободное от занятий время и получают заработную плату в размере оклада. Университет выделил 58 вакансий. На сегодняшний день занято более 25. Студенты трудятся в подразделениях вуза. В таких структурных учреждениях, как управление информатизацией связи, кампус. Кстати, в кампусе очень хорошие студенты трудоустроились. Территорию кампуса приводят в такое замечательное состояние. Покос травы, осуществляют покраску бордюров. И наш кампус на территории Голландии преобразился. Вот даже сейчас в качестве интервьюеров у меня работают студенты, операторами. Студентка второго курса Влада Кирилюк работает ведущей в медиа-центре СевГУ. По сути, для меня медиа-центр — это как полноценное телевидение. Здесь мы создаем очень много контента. Одно из самых волнительных интервью для меня было — это интервью с ректором. Также и дистанционно ребята работают, сидя за компьютерами. Это в основном документоведы, это информатизация и связи, это службы техподдержки, которые помогают нашим айтишникам на удаленке работать с заявками. Их основная задача — сопровождать в будущем различные видеоконференции, экзамены, государственные экзаменационные комиссии. Для этого мы разработали специальные инструкции. Мы постарались их сделать такими, чтобы они конкретно касались именно проведения наших мероприятий. Студенты штудируют эти материалы и затем стараются применить все это на практике. Важную роль в процессе трудоустройства играет Объединенный совет обучающихся СевГУ. Большинство ребят обращаются к нам напрямую в Объединенный совет. Они пишут как в личные сообщения группы нашего совета, так и мне напрямую. Обрабатываем это все и направляем затем в университет. Чем больше у нас будет заявок студентов на это устройство, тем больше мы будем предлагать работу. И думаю, ректор придет на то, чтобы увеличить количество вакансий. Субтитры сделал DimaTorzok